МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. В эфире РТВА и программа «На троих». Я постоянно ведущий Тихо МДЗИТКО. Алексей Пивоваров. Наш сегодняшний гость, журналист, главный редактор журналов The New Times Евгений Альбац. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Спасибо, что позвали. На 20 ноября назначено рассмотрение вашей жалобы судом. Жалобы на решение о штрафе в 22 с небольшим миллионом рублей. Давайте напомним нашим зрителям, что речь идет о штрафе, который наложили за то, что вы не предоставили в срок информацию о финансировании издания. Что вы будете делать, если жалобу отклонят? Закройте издание и будете искать деньги на выплату? Я думаю, что нет шансов, что ее не отклонят, потому что цимиск ситуации в том, что апелляция приходит к той же самой суде Затомской Тверского районного суда, которая однажды уже отменила решение мировой судьи Шведовой, которая, основываясь на решении президиума Верховного суда Российской Федерации, вернула дело обратно в прокуратуру, написав, что ребята, все сроки давности давно вышли. А судья Затомская 25 октября 2018 года отменила это решение, и в тот же день в нарушении всех возможных правил и процедур та же самая судья Шведова приняла прямо противоположное решение. И теперь так устроена российская судебная система, что апелляцию мы подаем той же самой суде Затомской, которая однажды уже вынесла свое решение крайне негативное для нас. То есть вы уверены, что жалоба будет отклонена? Знаете, всякое бывает. Мы же живем там, где мы живем. И если завтра Путин Владимир Владимирович снимет трубку, позвонит суде Затомской и скажет, «Ну давайте по закону». Они же понимаете, вот, Тиша, вы сын правозащитницы и внук очень известных диссидентов. Главный лозунг диссидентов был «Сублюдайте, черт побери, свои же законы». Вот в данном случае мы говорим «Сублюдайте свои же законы». Есть разъяснение пленного Верховного суда, то есть главного суда в земле, которое говорит, что там срок давности по этим делам такой, квалифицироваться они должны так-то. Поскольку кодекс об административном правонарушениях писался крайне наспех, и там черт ногу сломает, как объясняет юрист. Хорошо, предположим, Путин не звонит. Решение выносится такое, которое мы, к сожалению, все ожидаем. Что вы делаете? Вы закрываете издание, начинаете искать деньги? Нет, включается счетчик. Там существуют варианты, я не буду помогать судебным приставам и всем остальным, значит, с тем, что они могут делать. Но там включается счетчик. И, скорее всего, он 60 дней. В течение этого времени мы должны будем выплатить этот штраф. Мы объявляем сбор денег. Уже на сайте New Times вывешены реквизиты нашего фонда поддержки свободы прессы. Я оформила две карточки, одну в Сбербанке, другую в Альфа-банке, которые тоже мы укажем на сайте журнала New Times. И у нас не останется никакого другого варианта, как попытаться собрать деньги. Потому что если мы не собираем деньги, то, естественно, закрываются наши счета, блокируется сайт, отзываются все лицензии. Ну и дальше начинаются всякие репрессии уже в отношении меня лично. Вы говорили не раз, что это дело заказное, но из контекста это действительно следует. А вы можете назвать фамилию того, кто это заказал, если она вам известна? Не отделываясь общими словами, что это администрация президента. Мне неизвестна конкретная фамилия. По некоторым данным, распоряжение пошло непосредственно от господина Громова, первого заместителя руководителя администрации президента, который отвечает, курирует средства массовой информации. Что мы знаем абсолютно точно, это то, что соответствующий запрос в Генеральную прокуратуру написал ветеран КГБ, генерал-лейтенант и депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» господин Рыжак, Николай Рыжак, который, в свою очередь, основывается на неком источнике и неком письме господина Игнатова, который совершенно случайно ему прислал по электронной почте сообщение о том, что, оказывается, журнал «Нью Таймс» получает иностранное финансирование, и, оказывается, они вовремя не отчитались в Роскомнатском. Игнатов это кто? Я не знаю. Это просто добропорядочный, внимательный гражданин. Гражданин, который каким-то образом хорошо осведомлен, какие деньги откуда получает коммерческое предприятие под названием ООН «Новые времена», издатель «Нью Таймс». Он также каким-то образом замечательно знает то, что не знал сам Роскомнадзор, а именно, что мы вовремя не отправили. Это одна таблица, это вообще одна бумажка. Мы эту информацию сообщаем в Минюст, мы эту информацию сообщаем в налоговую инспекцию. Она есть у российских государственных органов. И это прелесть этой ситуации, что, оказывается, у простого российского гражданина есть возможность получить любую информацию о том, как ходят деньги и что делает государственный орган, а что не делает. Более того, Роскомнадзор 25 октября, когда вышло это в один день, было два суда двух инстанций, и в результате чего мы получили штраф в 22 миллиона 250 тысяч, представитель Роскомнадзора заявил портару РБК, что у них нет по этому поводу никакой претензии к новому времени и кальбац, и вообще они про это ничего не знают, и вообще это фейк, сказал представитель Роскомнадзора. И если вы посмотрите, то Бизнес.ФМ, Дождь, там целый ряд других изданий написали, что что-то там непонятное, что не исключено, что никакого штрафа нет. А у нас на руках уже был протокол. Эти средства, эти спонсоры, о которых узнал господин Игнатов, что это за люди? Кто они? И за них ли вас штрафовали? Значит, если говорить о деньгах, у нас есть фонд поддержки свободы пресса, который существует с незапамятных времен. Мы все время занимались краудфандингом именно через этот фонд. В декабре 2014 года этот фонд был объявлен иностранным агентом. Одним из первых. По-моему, он проходит под номером 15 или 16 в перечне Минюста, а сейчас там больше 70 уже организаций. Он был объявлен иностранным агентом, поскольку одним из наших спонсоров был Дмитрий Сергеевич Зимин и его сын Борис Зимин. И они переводили нам деньги с их счета на Кипре. Сейчас мы понимаем, что тогда уже готовилась операция по объявлению фонда династии, знаменитого фонда династии Дмитрия Зимина, который тратил на благотворительное целое в Российской Федерации в год 12 миллионов долларов. Вот этот фонд готовились объявлять иностранным агентам. И поэтому те, кому они, хотя мы получали деньги не от династии, но так или иначе переводили деньги, стали быстро-быстро объявлять иностранными агентами. Значит, в результате, как оказалось, как мы теперь понимаем, в результате поправки к закону о СМИ в статье 19.2 были введены поправки. И, соответственно, были введены поправки в Кодекс административных правонарушений. И все, что приходило к нам от фонда иностранного агента, оказывалось автоматически иностранным финансированием. Вот я всегда привожу пример. Вот был такой замечательный, любимый человек Петр Офицеров. Многие из нас, кто освещал дело Киров-Леса, знают, что это был подельник Алексея Навального, человеку, у которого пять детей, который недавно ушел от нас. Вот Петя каждый месяц на протяжении не одного года, а нескольких лет нам переводил какую-то сумму денег. Он считал это правильным. Вот, оказывается, все деньги, которые переводил Петя, это были иностранные финансирования. Есть человек, который живет в Жуковском, который... Почему? Потому что... Вот, видите, и вам даже сложно. Потому что по российскому законодательству все, что идет через фонд, который объявлен российским государством, иностранным агентом, это теперь все иностранные деньги. Подождите, но вы понимаете, что стало непосредственной причиной этого решения? Ведь такого рода финансирование у вас уже несколько лет. Почему именно сейчас это произошло? Что случилось? Говорят, интервью с Навальным, которое вы делаете. Вы знаете, что... Значит, свое письмо... Опять, мы же можем основываться только на тех данных, которые у нас есть из материалов дела. Мы знаем, что письмо господина Рыжака на имя генерального прокурора пошло 2 апреля 2018 года. Значит, источник господин Игнатов ему, вероятно, за несколько дней до этого сообщил сведения, которые ему удалось путем долгих разысканий, я так подозреваю, с помощью Лубянки, добыть. Значит, что происходило в марте месяце? В марте месяце мы публиковали серию материалов к выборам президента Российской Федерации в феврале и в марте, которые назывались «Путин итоги», а вторая часть называлась «Путин эволюция», где они просто... Мы анализировали, что произошло в результате 18 лет правления Путина Владимир Владимировича. И картинка складывалась крайне негативная. Ну, в общем, мы примерно знаем, что происходит с нашей страной, что мы находимся под санкциями, что экономика в загоне, что если есть небольшой профицит бюджета, то он крайне небольшой, что бизнесы уходят из страны, ну и так далее, и так далее, и так далее. Все вызывают, да. Кстати, один из самых популярных у нас был материалов из этой серии, он касался как раз бегства человеческого капитала из страны. Значит, я предполагаю, что ровно эти публикации вызвали такую бурную реакцию, и господин Рыжак направил свое письмо генеральному прокурору, а генеральный прокурор мгновенно взял под козырек и сказал, да-да-да, вот, пожалуйста, проверяйте, делайте и так далее. И это все тянулось полгода, пока, наконец, не реализовалось... 8 июня 2018 года я получила представление Тверской районной прокуратуры, в которой было сказано, вот у вас там, вот вы это не сделали, вы это пропустили, вы должны были отчитаться, вы не сделали. Я ахнула, тихо, и, конечно же, мы тут же отправили в Роскомнадзор все положенные документы. Еще раз, эти документы мы каждый квартал отправляем в Минюст. Но чего-то вы действительно формально не отправили, да? Каждый месяц отправляем... Ну, конечно, да, мы пропустили это. Это одна таблица. Для этого вы заказываете специальный электронный ключ, доллодируете за какое-то там две с половиной тысячи рублей какой-то софт, значит, ну, там же должны... Кто-то же должен на этом что-то поиметь. Я не думаю, что вы решили, что это происходит как-то бесплатно, правда? Кто-то должен на этом заработать. Значит, естественно, ты доллодируешь софт, причем его нельзя доллодировать на МАКе, только на ПИСИ, ну и так далее. И потом ты прицепляешь ровно одну таблицу. И отправляешь. И вы пропустили этот срок. Мы пропустили этот срок. Значит, именно по этому поводу прокуратура дала представление. Спасибо им большое. Там было написано выполнить, уволить, там наказать и так далее. Значит, выполнили, уволили, наказали и тут же все сделали. Хорошо, почему сейчас в конце октября-то это вновь возникло? Это тяно, потому что... Потому что интервью с Навальным... 25 сентября. Значит, 25 сентября мировая судья Шведова вынесла решение, по которому она указала Петербургской районной прокуратуре на многочисленные процессуальные нарушения, и в частности на то, что срок давности истек 11 июля 2018 года, как определила это судья Шведова, и как основываясь на постановлении Верховного суда Российской Федерации, постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации, поскольку в КАПе это ничего не прописано. Более того, вы будете смеяться, но ведь и прокуратура тоже сама 31 июля сочла, что все сроки давности истекли, и они отказались передавать постановление. Так что случилось-то в сентябре? Значит, у нас есть только предположение, мы можем предполагать, что что-то такое там после того, как судья Шведова отклонила это дело, а 22 октября на Эхо Москве у меня было большое интервью с Навальным, который 50 суток отсидел, как вы знаете. Более того, самое смешное, что мы с Алешей не раз и не два договаривались, что он придет нам ко мне в передачу на Эхо Москвы, но каждый раз его сажали. И мы уже смеялись, что не будем договариваться, потому что договоришься, а его, значит, заметут. Ну, это, конечно, шутка. Он пришел, было это интервью, которое длилось час-сорок минут, это было 22 октября, а 23 октября вечером меня и нашего адвоката Вадима Прохорова с собаками начали разыскивать все, полицейские, почтовики, судебные клерки и так далее. Просто как что-то невероятное произошло. 23 числа судья Тверского района Затомская, значит, выносит первое свое решение и назначает рассмотрение дела на 25 октября. И 25 октября сначала заседание в Тверском районном суде в 12.30, а потом в мировом суде в 16.30. Как говорят мне юристы, они не знают случая, чтобы два суда двух инстанций в один день без ответчиков рассматривали дело. Ну вот. Давайте тогда поговорим про ваше отношение с Алексеем Навальным, раз уж мы все понимаем, что возможно... У нас нет общих детей, если вы про это. Нет, я не про те отношения, я про служебное, скажем так. И как раз вот интересно... Те отношения у него с его замечательной женой Юлией Навальным. Те отношения, которые у вас есть. Смотрите, вот вы сейчас в очередной раз назвали его Алешей. Здесь нету ли перехода грани между журналистом и активистом с вашей стороны? я вашего замечательного визави называю Тишей, можно? Это уж как он скажет. Я его обычно называю Тишей. У меня, это дурацкая привычка использовать уменьшительные имена. Алексея Анатольевича Навального я знаю 14 лет. Мы впервые, вы с ним познакомились у меня дома в 2004 году. Я Яшина зову Ильюшей. Бориса Немцова я звала Борей, потому что я его знала с 1987 года. А вот там, я не знаю, Чубайса я всегда зову Анатолия Борисовича и всегда на вы. Ну и так далее. Мы, собственно, я не вижу причин, почему я должна скрывать, что с целым рядом политиков, людей из оппозиции, нас за эти годы путинского режима связали добрые дружеские отношения. Что когда ты находишься все время в ситуации войны, а мы находимся в ситуации войны с этим режимом, то у тебя есть союзники, а есть враги. Враги, они не как-то иначе. Не могу не спросить, если вы сами говорите, что вы находитесь в ситуации войны, что же вас так удивляет вся история с иском к вашему изданию? После того, как вы формально пропускаете одну таблицу. Аккуратно ничего не умеют сделать. Понимаете? Вы посмотрите, за последнее время убить аккуратно не могут, отравить аккуратно не могут, и даже не посадить, не присудить. Они все делают через задницу. Это сделано... Меня... Знаете, это мне даже оскорбительно, то, что они все делают ужасно плохо, ужасно неаккуратно, ужасно коряво. Роскомнадзору, Роскомнадзору прямо у них как у собаки Павлова просто выделяется слюна на любую публикацию Нью Таймс. У меня 18 протоколов, у меня 400 тысяч штрафов за последние полтора года на любое, по любому поводу. Но, понимаете, поэтому, ну, вы хотя бы выполняйте свои же законы. И если истек срок давности, это он истек. Второе, я вам хочу сказать, что это, они сейчас вводят в практику юридические консервы. То есть, что они делают? Они, поскольку они как угодно решили распоряжаться, распоряжаться, обходиться со сроком давности, завтра в компанию РТВА придет письмо и скажут, вы знаете, а вот там вот вы полтора года назад, а основные к нам претензии это 17-й год, полтора года назад вы там чего-то, какую-то бумажку нам не представили. Поверьте мне, что в любой компании, в любой организации, как бы вы не были аккуратны, если решат, что надо привязаться, они найдут к чему привязаться. Вы заметите, ведь они ни к чему не сумели привязаться. Смотрите, Евгения Марковна, вот что вам на это можно возразить, при том, что ваше рассуждение очень логично. Возразить вам на это можно вот что. Вы очевидно сейчас говорите как политик, как активист, вы занимаетесь политической деятельностью и вступили в политическую борьбу. Почему? Я не принадлежу, никогда не вступая. Вы только что сказали, что вы находите в состоянии войны с режимом. Это заявление не журналиста, а политика. Нет, это, конечно, это заявление журналист, потому что мы находимся в ситуации, когда вокруг закрывают все возможные независимые средства массовой информации, когда люди живут в состоянии цензуры, когда известны правила игры. Это ты можешь, а про Путина Владимир Владимирович либо ничего, либо хорошо, как о покойнике. Простите меня великодушно. Это, конечно, война, о которой нам объявила эта власть. Нам, журналистам, эта власть объявила войну. То, что мы не можем нормально получать информацию, то, что мы ничего не знаем о человеке, который принимает главное решение в этой стране, то, что мы не можем ничего написать о его семье, и мы не знаем, как мы не знаем, в каком состоянии здоровья он находится, все ли у него хорошо с работой сердечной мышцы, а от этого работа зависит, насколько хорошо у него функционирует мозг и так далее. Это абсурд. Абсурд в ядерной державе, в которой мы ничего не знаем о первом человеке страны. Мы не понимаем, как принимаются решения, о чем вы говорите. Да, они нам, средства массовой информации, и вам тоже. Потому что вы тоже не можете сказать, что вы знаете, кто принимает решения, как принимаются решения, и почему эти решения принимаются, а не другие. Это не заявление активиста. Это, простите меня, это заявление, это, конечно же, журналисты. Посмотрите, вот сейчас, непосредственно сегодня, когда в Москве была ночь, Трамп на большой пресс-конференции после окончания парламентских выборов в Конгресс, промежуточных выборов в Соединенных Штатах, он отнял микрофон, отняли микрофон у журналиста Сианен, и служба безопасности лишила его прохода в Белый дом. Это утром пошла эта информация. Вот так складываются отношения с авторитарным лидером. Точно только Трампу дают все время по рукам, потому что там сильные инступы, которые способны... Извини, что я... Да-да-да, я... Просто я скачу у нас по сценарию, раз уж мы про это с вами заговорили, Евгения Марковна, а вы считаете, что то, что делает канал Сианен, это традиция журналистики? Да, конечно. Я вот-то страшно разочарован каналом Сианен. Ну, вы можете сколько угодно быть разочарованы каналом Сианен. Это, безусловно, ваше право. Но если вы посмотрите на... Мы с вами живем, например, в Евразии, да, в Европе. Москва – это часть Европы. Да, безусловно. Вы увидите, что абсолютное большинство средств массовой информации в Европе имеют именно партийный характер. Есть Лемонт во Франции, который поддерживает левых, и Фигаро, который поддерживает консерваторов. Есть Гардиан в Великобритании, который поддерживает Лейба, и Таймс, который поддерживает Тори. Так во всех странах парламентской демократии. Во всех. Значит, в ситуации, в которой оказались американские медиа, когда президент Соединенных Штатов, человек, который обладает абсолютной властью в стране, выходит в Твиттер и говорит, что все, кто пишет о нем критически, это фейк-ньюс, они враги народа, это война. Это война. И так, вы просто выросли, вы счастливое поколение. Вы и совка не помните. И сейчас пока еще, это, так сказать, такой еще авторитарный режим, но поскольку мера коррумпированности в этой стране зашкаливает, то она смягчает, на самом деле, так сказать, проявление авторитарного режима. Поэтому вы не знаете, что такое война. А это война. Это война. И средства массовой информации, безусловно, ее участники, потому что мы, та преграда, которая не позволяет авторитарному режиму превратиться в диктаторский и начать просто косить всех подряд, отправлять по статьям, в ссылки, Все средства массовой информации в любой стране, они участники войны. Реальные потенциальные? Да, конечно, конечно, средства массовой информации в любой стране, это то, что защищает общество от диктатуры. Тихо, если позволите, если позволите, я вступлю в... У нас на РТВ просто другие представления. Вступлю в вашу дискуссию. Если говорить о том, что внутри журналистского цеха, как его принято называть, происходит, вы сами знаете, что ваша фраза сказана давно. Вон из профессии стала таким мемом. Я никогда не говорила этой фразы. Вы не говорили ее? Никогда нет. Это так же, как Лебедь никогда не говорила, полагался. А Плющев, Саша Плющев, даже делал на этот счет расследование и показал, что, конечно, я ее никогда не говорила. Я прошу прощения. Я прошу прощения. Это придук коллега Кашев. Дело в том, что, знаете, я вам только скажу, просто, чтобы не бросать это так. Дело в том, что тогда мне войну объявил Владислав Сурков. Тогда был первый заместитель руководителя администрации президента, ответственный за внутреннюю политику. И, в частности, он нанял Олега Кашина для того, чтобы начать кампанию против меня в живом журнале. И, собственно, эту кампанию Кашин тогда и вел, вот и все. И это была абсолютно его придумка. Вон из профессии. Я никогда не произносила эту фразу. В любом случае. Я говорю так же, как Лебедь никогда не произносил «упал, отжался». Но это ушло в народ. А ваша эта фраза ушла в журналистский цех. Ну, мне это вот, ну, честно, ушла, ушла. Насколько вы себя в российской журналистике ощущаете по отношению к другим журналистам, старшим товарищам? Завучим, может быть. Ну, не знаю. Тише. Мне-то 60 лет. Это много. Но здесь вопрос не про возраст. Я в профессии 43 года. Я написала свой первый материал. Мне было 14 лет. Я сделала интервью с фигуристкой Леной Водорезовой, которая недавно как раз умерла, для передачи ровесники гостелерадио. Я много, чего умею в этой профессии. Ну, вот я не знаю, как это судить. Ну, вот так. Я... При советской власти я писала о физике элементарных частиц. Либо я делала там какие-нибудь сумасшедшие вещи, типа залезть на приют 11 на Эльбрус или спуститься на дно Черного моря в Батискафе. Вот. Вот это то, чем я занималась при советской власти. Пока я не ушла в московские новости, где, когда я делала очерк к столетию Николая Ивановича Вавилова, великого генетика, которого умер от голодной дизентерии в саратовской тюрьме в 43-м году, которого посадил товарищ Лысенко вместе с товарищем Сталиным. Я нашла следователя, его следователя Хвата, пришла к нему домой, взяла интервью и с этого я начала заниматься КГБ. И, собственно, всю жизнь я так или иначе все время занимаюсь КГБ. Нам нужно уходить на рекламу, но прежде я все-таки хочу вас спросить. Вы не говорили фразу вон из профессии, но вы можете назвать сейчас каких-то людей, которым нужно выйти из журналистской профессии здесь, в России? Нет, это точно не моя работа. Это вообще не мое дело. Я точно могу вам сказать политиков, которые должны покинуть политическую сцену. Это понятно. А что, я не могу произнести это имя? Могу? Или не могу? Нет, вы можете произносить здесь все, что хотите. Путин, Владимир Владимирович, ему пора уйти. Игорь Иванович Сечену пора заниматься своим делом и перестать всех пугать и подавать бесконечно против всех иски отбирать компаний и так далее. Все эти ребята Чемизов, Ковальчики, Ротенберги и так далее. Им пора понять, что надо перестать грабить страну. Вот это да. Это я считаю, что они должны уйти. А журналисты? Ну, раз уж вы на фронте находитесь, то очевидно можете назвать журналистов, которые тоже должны уйти. Нет, просто есть люди, которые занимаются совершенно другим делом. Они являются пропагандистами. Вот, но мы просто принадлежим к другим профессиям. Владимир Самойлович, Дмитрий Киселев. Это люди, которые занимаются совершенно другой работой. Но я ведь принципиально считаю, что журналисты не должны никогда работать на государство. На любое государство. Не важно. Насколько вы лично сталкивались с харассментом на протяжении своей карьеры и насколько для России критично определить вот законодательно даже, возможно, границу между флиртом и харассментом? Я не знаю, нужно ли это ответить законодательно или нет, но на протяжении всей моей жизни. Это было именно харассментом, не просто флирт. А что такое просто флирт? Вот я бы хотел, чтобы вы... Когда главный редактор вам начинает рассказывать, хороша ли у вас шея и насколько ему нравится ваша грудь. Это что? Это не флирт, это харассмент. Это не флирт. Правда? Когда вы приходите работать молодой женщиной в издании и в этом издании все мужики делают ставки, кто первый вас уложит. Это что? Когда на ваших глазах вашу коллегу общупывают, обглаживают и так далее, и она понимает, что если она сейчас развернется и даст этому сукиному сыну по морде ее, она потеряет работу. Это что? Когда вы приезжаете в Чечню и больше всего на свете вы боитесь попасть на пост федеральных войск, потому что вы знаете, что у вас мордой в грязь и все остальное за этим последует. Когда в той же в Назране в гостинице с вас снимают мужика, потому что вы не можете отбиться. И так всю жизнь. Просто у нас об этом не принято говорить было. Я когда-то в московских новостях написала серию репортажей, репортер получил задание родить, репортер задание выполнил. Я собрала все призы в Европе, но мой муж уговаривал меня об этом, обо всем, не писать о том, что творилось в российских роддомах, потому что ему было неловко, потому что мужиков тогда не пускали в роддом, и они не знали, что у нас не было ни души, ни беды, ничего, а подмывались мы из баночки. Это то, с чем ты живешь всю свою жизнь, да, пока тебе не наступает, там, не знаю, 60 лет, и ты уже не вызываешь но при этом разговоры на тему ну ты же баба, ну послушай, ну неужели ты не можешь с ним поговорить, ну ты же баба, я говорю, что, раздвинуть ноги, чтобы меня перестали штрафовать каждые 2,5 минуты, вы просто через это не проходите, вы не знаете, мы мужчины, а я вот, да, я говорю, вы мужчины, понимаете, а я хочу, вот я подумала, что надо, женщины в нашей стране вот начать гладить мужиков по ягодицам или хватать за яйца, чтобы они наконец поняли, что это такое, когда это постоянно происходит и тебе постоянно говорят, что у тебя не все в порядке с мозгами, потому что ты баба, ну ты же баба, ну послушай, ну ты же не можешь это, послушай, ну это не бабское дело об этом говорить, ну это не бабское дело в этом разбираться, ну не влезай, ну ты баба, зачем ты в это влезаешь, понимаете, вот я счастлива, что наконец в Соединенных Штатах женщины сказали, ребят, хватит, феминизм это непростая история. А если говорить про Россию, мы все были свидетелями на протяжении нескольких недель истории с депутатом Слуцким, история, которая закончилась ничем. Она не закончилась ровно потому ничем, что это абсолютно мужское общество, что здесь вот это вот, что у власти находится корпорация чекистов, где вот этот мачизм, мачизм является, так сказать, приемлемой формой работы, представлений и так далее. Баба, вот вы посмотрите на российское правительство, вы посмотрите на коридоры власти, они еще совершенно мужские, выбирается какой-нибудь министр здравоохранения или вот Голикова, и все время говорят, вот смотрите, ну как у нас нету женщин? Конечно, вот же у нас есть женщин. То же самое было при советской власти. Ведь все то же самое. Все время декларировалось, так сказать, равенство мужчин и женщин, причем, ну, равенство женщин заключалось в том, что она могла столько же стоять в очереди, сколько и мужчин. И на этом все заканчивалось. Вам не кажется, немного о другом, но все равно это, конечно, безусловно связано с темой нашего разговора, вам не кажется, что время классической журналистики, неважно, чувствует себя журналист бойцом или он пытается отойти в сторону и просто освещать, что время этой журналистики закончилось, а пришло время, условно говоря, Дудя. У Дудя же нету ни редакции, ни руководителей в привычном нам смысле, а при этом у него просмотров и зрителей, больше, чем у нас с вами и у «Медузы» вместе взятых. Не думаю. Я думаю, что это временная такая вещь, потому что журналистика это ведь не только хорошо взять интервью, журналистика это и проверить то, что тебе рассказывает твой собеседник, журналистика это найти то, что другие не могут, журналистика это получить комментарий у человека, о котором ты пишешь и это будет в ближайшие дни опубликовано. Журналистика это профессия, понимаете, и кажется, ну вот все же занимаются самолечением, правда, давайте отменим врачей. Вот то, что мы видим сейчас в Ютьюбе, в интернете, это очень здорово. Это, конечно же, реакция на то, что практически не стало нормального телевидения, но не мне вам рассказывать. Мы же с вами все-таки помним, какие были и того Шендеровича, какой вообще был НТВ, какие были передачи итоговые Парфенова, передача его на Медни. Я-то просто это моя жизнь. Мы с Леной Чекаловой в московских новостях вместе работали, понимаете? И ничего этого не стало. Но, вероятно, у людей потребность вот в такой живой картинке есть. И когда они поняли, что у них альтернатива между Соловьевым и Киселевым, они пошли в Ютьюб. Мне кажется, журналистика, она требует редакторов, она требует, чтобы люди умели нормально говорить по-русски. Я не убеждена, я очень люблю русский мат, но я не убеждена, что это обязательно должно присутствовать в прямом эфире. Вы имеете в виду интервью Дудя. Ну да, что-то мне у него интересно смотреть, а что-то я совершенно это вообще и близко не понимаю. У нас как раз только что Ксюша Ларина как раз написала о человеке в прямом эфире, кстати, о вашей программе на троих. Это никак не связано, понятно, с нашим интервью, да, просто так получилось, совпало. Она написала об этом вот, об этой журналистике в интернете как альтернатива федеральному эфирному телевидению. Нет, я не думаю, что это уйдет, просто у нас в силу того, что мы вышли все из советских штанин и как-то так получилось, что мы решили, что вот то, что существует в Соединенных Штатах Америки, такой декларарируемый объективизм, это ровно то, что нам и надо. Во-первых, мы плохо знаем про то, что существует в Соединенных Штатах Америки. В отличие от вас, я-то работала там в газете «Чикаго Трибюн», я немножко в курсе. И всегда была газета «Чикаго Трибюн», которая поддерживала то, что называется «Индос», поддерживала республиканцев. Это была консервативная газета. Было время в 50-х, когда в «Чикаго Трибюн» не принимали ни евреев, ни негров. И была газета «Нью-Йорк Таймс», которая всегда больше стремилась к демократам. И когда наступали президентские выборы, примерно за пару недель, всегда американские газеты говорят, что мы призываем голосовать за того или за другого. В этом смысле там, конечно, тоже это... Но просто там очень жесткое всегда было деление на opinions, на мнение и на stories, на информацию. Но социальные сети, они очень здорово это все смешали. И оказалось, что у людей есть потребность в том, что вот они читают о том, что надо переходить улицу на красный свет. И они задаются вопросом, а, собственно, почему, а если я дальтоник, то как мне быть? И уже требуется объяснение. Понимаете, но вот оказалось, что в политической журналистике люди хотят, чтобы им не только сказали, что там Трамп за это, а он уволил своего генерального прокурора сегодня там в такое-то время. А люди хотят, чтобы они понимали, а почему это Трамп сделал? А чем ему мешал его сасывал? Журналистик превращается в комментарии, издание превращается в комментарии. Это правда. Она становится миксом. Хорошо или плохо, я думаю, что мы поймем через несколько лет. Да, хотел спросить еще вот о чем. Как объяснить, что... Давайте про Россию. Хотя, наверное, в Америке тоже эта проблема есть, но нам здесь понятнее, поскольку мы втроем здесь находимся. Как объяснить то, что вот либералы, не только журналисты, но и либеральные политики тоже, со всех сторон, как вы сами рассказываете, обложены федеральными СМИ, силовиками. Почему, вместо того, чтобы, условно говоря, встать стена к стене, продолжая вашу логику к тому, что, простите, все на фронте, почему все занимаются выяснением отношений друг с другом? Достаточно открыть Фейсбук. А что вы имеете в виду? Ну, например, я имею в виду, как Навальный выясняет отношения с Гудковым. И так далее, и так далее, и так далее. Примеров же много. Откройте Фейсбук. Наверное, вы знаете, вот это в большой части проходит мимо меня. Мне не нравится, когда на демократическом фланге собачатся друг с другом молодые ребята. Но, понимаете, вот у того же Навального это просто очень тяжелая жизнь. Вы на одну секунду задумайтесь. Я помню, я к нему приехала в Марино, когда он отсидел год под домашним арестом. И он мне показывает на квартиру напротив в башне рядом, которую купили ФСОшники или ФСБшники специально, чтобы контролировать Навального. Вы понимаете, что это такое? Это жизнь 24-7 с камерами и со звуком. И это у вас в квартире. Везде. Куда бы вы ни зашли. Я только про Навального вас спрашивал. было исключительно, нет, это не исключительный случай. У Яшина открыли квартиру, зашли, когда его там не было, обыскали и забрали деньги. И потом три года потребовалось их вернуть. А у Ксюши Собчак проводили обыск, когда они лежали в постели. Я же и спрашиваю, почему вместо того, чтобы сплотиться в борьбе с теми, кто проводит обыски и наблюдает со звуком, почему люди друг с другом собачиваются? Есть ведь даже это российское ноу-хау подожжение медиа-срач. Я не знаю. Я думаю, мне кажется, знаете, тише, мне кажется, что в этом есть что-то очень мужское. Понимаете? Мужское. Извините, ради бога. Я надеюсь, вы не сочтете это за самую карасную. Нет, просто я не понял, почему. потому что все время выясняет, кто лучше, мужественнее, красивее, ну и так далее. Не только мужики делают. Ну, слушайте, нет. Ну, та же Ксения Анатольевна Собчак очень активна в мире срачок. Ну, я не хочу в это уходить, но во всяком случае, ну, я не знаю, но, наверное, просто в каждом, понимаете, в каждый раз есть свои причины. Просто, к сожалению, это выходит в паблик. И потом, заметьте, ведь существует какая-то политическая конкуренция только на демократическом фланге. Ведь все остальное это же чиновники, которые делают вид, что они политики. Ну, конечно, они там какие-то, с кем будет Миронов бодаться? Он начнет бодаться с Володиным и обнаружит, что он уже не депутат Государственной Думы. Ну, о чем вы говорите? Кстати, к разговору в выяснениях отношений были обсуждения, поскольку многим памятны фотографии Чемпионата мира по футболу, где вы с писателем Зыгарем и с... С Маргаритой Симоньяной. С Играном Кассояном. Как так получилось, что вы оказались на одном кадре с очевидной вашей идейной оппонентом? Очень просто. Я проходила через турникет и увидела Мишу Зыгаря и Карана Шиян. И я, конечно, не она, и я... Мы поздоровались, и вдруг я совершенно удивляю, смотрю, идет Маргарита Симоньяна. И все идут через один и тот же турникет. А там какое-то количество трибуны, и на них, значит, один и тот же турникет надо проходить. Ну, и Миша Зыгарь тут же сделал селфи. Я небольшой любитель всего этого удовольствия, но такой эггибиционизм, он свойствен вот этому поколению Твиттера и Инстаграма. Они все время как-то себя фотографируют. Ну, да. Простите меня, великодушно, я-то в этом не вижу ничего зазорного. Мы с Марго разговариваем, мы с ним встречаемся и задаем друг друга иногда не очень приятный вопрос, но тем не менее, ну и что? А что, вы предлагаете, вы полагаете, что мы должны друг другу бить морг? Нет, я ничего не предлагаю. Но только не с Марго. Ну что вы? Она наемная работа. Она человек, который выполняет то, что ей говорит там тот же самый господин Громов. Понимаете? Не, ну это все-таки все-таки дайте мне потешить мое самолюбие. все-таки мои оппоненты значительно более серьезные. По поводу оппонентов, вот нас смотрят зрители в основном, как вы знаете, вне России, очень много в Соединенных Штатах, и это не секрет, что среди наших соотечественников, проживающих в Соединенных Штатах, очень многие поддерживают Трампа, а очень многие поддерживают и Путина. И то, что вы говорите, им не близко совершенно. Да, я регулярно от них получаю такие письма. Да, совершенно верно. Как вы это объясняете? Ну, очень просто. Абсолютно большинство тех, кто уехал в Соединенные Штаты, это люди, которые уехали из Советского Союза. Они также, как вот, вот есть одна из кардинальных проблем для нашей страны, что мы никогда не прошли через период просвещения, через который прошла остальная Европа. Вот, если хотите, люди, которые уезжали из Советского Союза, они не прошли через этот очень важный процесс просвещения, который в известном мире для нас была перестройка. Когда постепенно открывались книги, когда мы начинали узнавать о том, что происходило в сталинское время. А они в это время осваивали супермаркеты в Соединенных Штатах. Сейчас я понимаю, какая там волна пойдет значит, на меня, но я говорила об этом и продолжаю говорить. К сожалению, быть иммигрантом это очень трудно. Эти люди были абсолютно босые и голые. Им выдавалось какие-то смешные деньги в Риме и Вене. Они вынуждены были продавать все, что они могли вывезти из Советского Союза. Ничего же не разрешали вывозить. Они должны были заплатить за образование в Советском Союзе и абсолютно босые и голые выезжали вместе с детьми. И, понимаете, для очень многих из них иммиграция особенно это был тяжелейший период выживания. Для детей они создавали жизнь для своих детей, но для них самих это была очень тяжелая жизнь. Сколько распадалось семей, люди расходились, потому что это совершенно была другая жизнь. Потеря статуса, жизнь в бедных районах американских городов, невозможность найти работу, необходимость переучиваться, совершенно новая реальность, новый язык и так далее. И, к сожалению, вот отсутствие этого, то, что они не прошли через просвещение, не прочитали каких-то очень важных, как мне кажется, книг, не услышали тех дискуссий, которые шли у нас в России, в Советском Союзе в конце перестройки, побудило и вот это сверху вниз отношение к афроамериканцам. Среди них очень часто, особенно старшего поколения, встречаются расисты. И я всегда поражаюсь, это же в основном евреи, которые жили в условиях оголтелого антисемитизма советского времени. Но оказалось, что вот они приехали в Соединенные Штаты и вдруг они почувствовали, что есть кто-то, кого, вот, кого они думают, они еще ниже стоят, их на социальной лестнице. Это ужасное совершенно вероятность. То есть, иначе говоря, вам кажется, что поддержка Трампа ими зиждется на расизме, ксенофобии? Трамп абсолютный миссагонист, Трамп расист, это совершенно же очевидно. То, что Трамп говорит по поводу эмигрантов и то, как он говорит, свидетельствует о том, что это человек совершенно за логическим взглядом. А почему так много наших соотечественников поддерживает Путина, проживающих за границей? Ну, по той же самой причине, потому что они не прошли через период инлайтенмента, через период просвещения, потому что, а к сожалению, понимаете, вот особенно, когда диктатор где-то далеко, как для людей вашего поколения, товарищ Сталин, это глубокая там история, тогда можно начинать его любить, потому что тебе не надо ночью ждать, что за тобой придут приедут в районе. Я хочу сделать поправку, мы с Тихоном не любим Сталин. Я говорю в данном случае о вашем поколении, в котором очень много людей, которые его поднимают на щит. Это, понимаете, это такой отстраненный взгляд, что вот кажется, что Путин это человек, который сумеет навести порядок. Ну, русские, они же не приспособлены для демократии. Ну, не приспособлены. Ну, что можно сделать? Понимаете, вы же все время, при том, что вот я сейчас к вам ехала и я читаю книгу о русской аристократии. Значит, она вышла в Великобритании. И вот я читаю про то, что было во время Первой мировой войны, о том, что на фронте у третьих солдат не было ботинок, что только у каждого пятого была винтовка и говорилось, возьми винтовку и патроны у убитого. И ведь то же самое было в 41-м году под Москвой, где мой дядя Шагалинский воевал в московском полчине и тоже выдавали одну винтовку на пятерых и тоже не было теплой одежды. И то же самое было в Чечне, где я это видела своими глазами. И сейчас мы слышим бесконечно, как тот же самый Роскосмос, значит, тут не довернули, ну, мы понимаем, что это все результат воровства. Потому что, понимаете, потому что менялась идеология, менялись монархия, менялась на... царь менялся на генсека, а при этом самоуправство, бюрократия всегда оставалось одним и тем же. Отсутствие политической конкуренции, нормальной конкуренции между политических партий, это то, что позволяло... Так приспособлен русский человек для демократии? Ну, конечно, как все остальные страны мира приспособлены. Они, знаете, они приспособлены и в Кении, и в Индии, и в разных других странах мира. Конечно, приспособлены. У нас время почти подошло к концу. Последний вопрос. Вы рассматриваете всерьез для себя, особенно учитывая все то, что происходит с журналом, например, вашим в последнее время, всерьез возможность уехать из России? Конечно, я периодически об этом думаю. Я не уеду из России, но иногда я себе говорю, сколько, что я ужасно от всего этого устала. Сколько? Это 12 лет бесконечно. Это постоянные, вот постоянные борьбы. Не важно, то это Сурков, то это Громов, да, то еще кто-то. И я себе говорю, что мне уже достаточно лет, и мне хочется еще что-то сделать, где-то преподавать, путешествовать и так далее. Я не могу вам сказать, что я вот стопроцентно я буду все время в России, но эмигрировать я не хочу, нет. Спасибо большое. Евгений Альбац, сегодняшний гость программы «На троих». Тихон Зитко. Алексей Пиларов. Оставайтесь на арте. Спасибо.